Я приветствую вас на канале Аленин сад. Это видео о большой высадке рассады. Сегодня 2 июня. Через парочку дней начинается очень большая жара по прогнозу погоды. Плюс я давала сама себе обещание высадить все, что можно и посеять все, что можно в этом году до 1 июня. Обещание свое я не исполнила, сегодня второе уже, но я дала второе обещание все высадить до понедельника. Поэтому сегодня я до самой ночи буду здесь работать и закончу со всеми-всеми высадками. А высадить нужно будет очень много всего. К сожалению, как обычно, я насеяла слишком много рассады. Пойдемте уже работать, хватит болтать, времени осталось совсем немного. Что сегодня 100% нужно высадить до конца, так это георгины. Вот ящик с очищенными клубнями, которые я посажу, а вот куча, которая отправится в компост. Потому что георгины размножаются со скоростью света и такого количества посадочного материала хватит, чтобы весь мой участок засадить только георгинами. Выбираю самые лучшие, самые крепкие, самые здоровые и красивые. И высаживаю сегодня до конца. Слава богу, сегодня у меня забрали последние остатки рассады томатов и перцев. Пусть они растут у новой хозяйки, пусть они растут просто замечательно. Мои уже прижились и цветут растения. Но вот у меня все равно остались еще три растения перца. Это мой эксперимент, на который совсем не хватает времени, конечно. Вчера мы были у Валдеса и он подарил мне пять карликовых томатиков, которые пойдут на замену моим карликам, которые замерзли на грядках. Мангольд я поделилась со зрительницей. И вот оставшиеся растения мангольда, довольно много их осталось, к несчастью, я тоже просто обязана высадить сегодня. Иначе они погибнут уже с разорванными корешками. Много-много рассады тыквы обязательно высаживаю, потому что она уже начинает болеть от нехватки питания. Сажать буду вот туда. А еще много-много рассады капусты, разные совершенно. Тут и листовая, и брокколи, и брокколини, и качанная капуста. И вот это все нужно куда-то посадить. Не знаю, куда я это буду делать. И здесь у меня базилик. Базилик с очень крупными интересными листочками. И еще амарант, который не очень красиво выглядит. Морозца моего немножечко придавило. Плюс он засох, конечно же. И здесь удивительно, но вылезли все-таки бархатцы мексиканские, которые сейчас я высажу на грядки. И они очень быстро начнут там расти и развиваться, как ни в чем не бывало. Вот только бы куда это все посадить, нужно подумать. Еще было бы очень здорово рассадить или высадить куда-то в какой-то рассадничек вот эти вот многолетники, которым уже тоже тесно в их горшочках. А еще я вчера купила два прекрасных растения. Анимону осеннюю и вот этот вот злак, вейник с белыми и розовыми полосочками. Если их долго держать в контейнерах, они тоже начнут болеть. Будем думать, куда их высаживать, чтобы не поливать, не приходить на участок лишний раз. Я почти закончила рассаживать рассаду по моему огороду. Целый день с этим занимаюсь вопросом. Но осталось рассадить кассету цинии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Снимаю концовку видео до того, как начала работать. Поэтому не знаю, справилась я или нет со своей задачей. Но надеюсь, что справилась. Не забывайте поставить пальчик вверх, подписаться на канал Аленин Сад, потому что вам же нужно будет обязательно узнать, как все вырастет и какой урожай я соберу в этом году. Я желаю вам легкого труда, богатого урожая, и чтобы все вредители обходили вас стороной в этом сезоне.